Теперь дети из уязвимых слоев населения смогут посещать частные детские сады, но при этом платить такую же сумму, как при посещении государственных. Все это стало возможно благодаря программе государственного социального заказа в сфере дошкольного образования, которая призвана предоставить доступ к дошкольному образованию всем детям. Правительство страны обязуется выплачивать 50% суммы от оплаты за садик. О том, как правительство собирается реализовать новую программу, расскажет Джибек Шаршенбиева. С 1 июня начинает действовать социальный проект, в рамках которого дети из уязвимых слоев населения получат доступ к дошкольному образованию. Он рассчитан на детей в возрасте от 3 до 5 лет. В качестве пилотного проекта был выбран город Бишкек. В настоящее время в городе Бишкек очередь детей составляет порядка около 20 тысяч детей. Тем самым мы будем постепенно снижать очередность, а также дадим стимул бизнесу, частным детским садам развивать эту отрасль. Безусловно, хорошее дошкольное образование – основа развития и социализации ребенка. Так, на сегодня в республике дошкольным образованием охвачено около 40% детей. В целях повышения доступа к предшкольной подготовке детей разработана программа государственного социального заказа. В данной программе планируется принятие участия около тысячи детей, которые могут попасть в частные детские сады. Около 50% оплаты будет остаться за счет средств государства. Планируется, что эти дети будут из социально уязвимой категории населения. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день около 15 тысяч детей стоят в очереди в муниципальные детские сады. И данная мера позволит детишкам, которые, к сожалению, не имеют доступа в муниципальные детские сады, получить доступ к дошкольному образованию. Сейчас Министерство образования ведет квалификационный отбор среди частных садиков, который завершится к 15 мая этого года. После чего их список будет вывешен на сайте ведомства. Далее родители могут уже подавать свои заявки, предварительно выбрав детский садик из отобранного списка. Да, данный проект в первую очередь позволит нам больше охватить детей дошкольным образованием, оказать адресную социальную поддержку семьям из социально уязвимой категории, а также создать конкурентоспособную среду среди частных организаций. И, пользуясь случаем, хотелось бы призвать, чтобы частные детские сады принимали активное участие в данной социальной программе. В этом году было взято за пилот вследствие того, что очень большое количество детей стоит в очереди. А планируется, что до 2020 года уже будет повсеместно, через органы местного самоуправления продолжится программа. Наряду с этим были реализованы и другие проекты в сфере дошкольного образования. К примеру, кратковременные детские сады в регионах. Джайло Балабахча, а также электронная очередь для поступления в детские сады. Все они успешно работают, а граждане отмечают, что ситуация наглядно улучшилась. Очень хорошую сторону. Я благодарна. По полной картины висит, как нужно заходить в детский сад. Зашли, пришли через уведомления, через звонок. 15 дней, если родитель передумал, мы 15 дней ждем. Через 15 дней, естественно, мы его исключаем, потом опять набираем в эту группу, заходят. Если реализация проекта в столице даст положительный результат, в последующие годы в министерстве планируют его реализовать во всех регионах страны.